Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Первое сообщение о загадочном новом вирусе, распространяющемся в Центральном Китае, достигло Запада прошлой весной. Это шоу впервые сообщило о ковиде в январе, еще до того, как у него появилось имя. В течение последних 11 месяцев мир отчаянно ждал вакцину от коронавируса. Более полутора миллиона людей умерло. Сейчас вакцина наконец появилась, и новая вакцина уже одобрена. Мы должны быть рады этому. И все же многие американцы не торопятся вакцинироваться. Почему? Что ж, это не предрассудки. Есть объективные причины быть скептиком, задавать вопросы. За всю историю еще не было успешной вакцины от любого вида коронавируса. Последняя, разработанная учеными от SARS, оказалась слишком опасной. Также ни одна вакцина не была создана так быстро, как эта. Единственный подобный пример – это вакцина от свинки в 1967-м. И на нее ушло 4 года. На эту – месяцы. Власти уверяют нас, что эта вакцина полностью безопасна, и, конечно же, мы очень хотели бы этому поверить. С другой стороны, не так уж странно сомневаться. Вы, наверное, видели видео с этой медсестрой из Чатануги, потерявшей сознание после укола. Вы, наверное, видели пресс-конференцию во вторник в Сан-Антонио, где медработник привился понарошку вакциной перед камерой. Его укололи, но дозу не ввели. Клиника признала это, но так и не объяснила. Так что вполне справедливо иметь вопросы. Вы не конспиролог, если хотите ответов. С другой стороны, не только торопливая разработка и неуклюжий запуск объясняют сомнения людей в приеме этого лекарства. Опасения намного глубже. Проблема не столько в вакцине, сколько в людях, стоящих за вакциной, и их порочной морали. Американцы понимают, что многие их лидеры на самом деле не заботятся о них. Они не беспокоятся о людях в принципе. Они идеологи, религиозные фанатики, которые поклоняются своим светским богам. Деньги, власть, прогрессивизм. А причиняет ли их политика вред или помогает людям, их не особо интересует. Это люди, которые убрали полицию из бедных районов, чтобы не чувствовать себя такими виноватыми за свою незаслуженно шикарную жизнь. В результате этого решения многие американцы погибли, включая детей. Но они продолжили делать это и ни разу не извинились. Им, видимо, безразличны человеческие страдания, только теория важна. К сожалению, некоторые из этих людей, худшие из них, занимаются вакциной от коронавируса. И это должно вас заставлять нервничать. Сегодня представители ЦКЗ обсуждали доступность вакцины и кто получит ее первым и по каким критериям. И это решение в какой-то мере определяющее, кто будет жить, а кто нет. Очень важное решение, и оно не должно быть запутанным. Согласно собственным прогнозам ЦКЗ, способ спасти больше американцев — это дать сначала вакцину медработникам на переднем крае, а потом пожилым, то есть людям за 65. Пожилые намного более уязвимы, мы это точно знаем. Любая другая возрастная группа имеет процент выживаемости более 99,9%. Поэтому в Британии власти дают вакцину старикам в первую очередь. Но в этой стране ряд идеологов в ЦКЗ решил, что пожилые не должны быть первыми в очереди. Кальсунтативный комитет по иммунизационной практике ЦКЗ принял другое решение. И логика очень проста. Пожилые в этой стране слишком белые, чтобы их спасать. И это звучит шокирующе, потому что это шокирующе. Но они так и написали. Комитет по вакцине ЦКЗ единогласно одобрил рекомендации доктора по имени Кэтлин Дулинг. Согласно презентации Дулинг, это правда, что больше людей будет спасено, если пожилые получат вакцину первыми. Но вот в чем проблема. Цитата. «Расовых и этнических меньшинств не очень много старше 65 лет». Так что пожилые не должны быть приоритетом. Согласно ЦКЗ, другая группа, официально названная, цитата, «основные работники немедицинского профиля должна первой получить вакцину». Но почему? Цитата. «Расовые и этнические меньшинства непропорционально представлены во множестве основных отраслей». Конец цитаты. Другими словами, это завязано на расе. Они обосновывают раса и принимаемые решения. Презентация Кэтлин Дулинг делает вывод, что раздача жизненно необходимых препаратов на основе цвета кожи, цитата, «сгладит несправедливость». Конечно, это приведет к смертям, и она признает это. Но люди, которые умрут, будут из неугодной расы, так что это не проблема. Прошло уже много времени с тех пор, как кто-то, близкий к тому, что мы считаем мейнстримом, продвигал Евгенику, но это именно оно, это Евгеника. Но внезапно это повсюду. Ранее в этом месяце Нью-Йорк Таймс, предположительно наша величайшая газета, брала интервью ведущего эксперта по этике и медицинской вакцинации Университета Пенсильвании, человека по имени Харальд Шмидт. Вот что Харальд Шмидт рекомендовал ЦКЗ, цитата, «Пожилое население более белое. Общественное устройство позволяет им жить дольше. Вместо того, чтобы давать дополнительные медицинские преимущества тем, у кого их и так больше, мы можем начать слегка уравнивать шансы». Слегка уравнивать шансы. Это означает умышленно доводить людей до смерти, так как они не того цвета. Когда вы в последний раз слышали, чтобы кто-нибудь заявлял о таком во весь голос в этой стране? Наверное, в 1945-м, когда мы согласились, что давать определенной группе людей умирать из-за их расы – плохая политика, если не сказать ужасная. Но вдруг наши лидеры забыли этот урок, как будто Второй мировой никогда не было. В той же части «Нью-Йорк Таймс», которая цитировала Харальда Шмидта, уже другой доктор говорит о том же самом. Его имя Марк Липсмич. Он эпидемиологист из Гарварда. Вот почему он считает, что учителя не должны быть включены в преимущественную категорию основных немедицинских работников. Цитата. «Учителя со средней зарплатой чаще всего белые и имеют высшее образование». Другими словами, неправильного цвета не основной. У кого-нибудь еще на руках встали волосы? Какого черта происходит? Такие разговоры людей при власти делают население параноиками, боящимися будущего. И они должны. В Калифорнии губернатор уже анонсировал, что препараты будут раздаваться на основе внешности людей. Эксперты по безопасности, так же, как и эксперты, смотрящие на равенство и распространение с гериатрической перспективы, и смотрящие на распространение еще раз по всему спектру, пытаются убедиться, что черное и коричневое сообщества находятся в преимущественном положении, так как удар COVID-19 по ним был сильнее. «Итак, некоторые этносы получают вакцину первыми из-за их этноса», сказал губернатор Калифорнии. «И не важно, что такая политика приведет к убийству людей, или что она не основана на науке, потому что она не основана на науке. Хотя, может, в этом и суть. Это уравнивает шансы». В Орегоне глава общественного здравоохранения Рэйчел Бэнкс сделала такое же заявление. «Если хочешь вакцину, то тебе бы лучше не быть белым». Цитата. У нас есть множество способов, чтобы убедиться в правильной доставке, как географически, так и прежде всего цветным сообществам, которые столкнулись с большим ударом от COVID-19. Конкретнее, орегонские руководители здравоохранения сделали заявление, обещающее, что, цитата, «черные, коренные, латиноамериканские, тихоокеанские и индейские сообщества получат равный доступ к вакцине, то есть первыми». В таком мире, где даже вакцина предоставляется на основе цвета кожи, неудивительно, что многие решили перейти в новую расу. Почему бы и нет? Вам не платят за пребывание в вашей старой расе. В Орегоне группа славяно-американцев подала петицию о членстве в коалицию цветных сообществ штата и была принята, так что они больше не белые. По-видимому, как и Нэнси Пелоси. Она была одной из первых в стране, получивших вакцину. Так что Пелоси теперь цветная и значимая, что, по сути, одно и то же. Такой теперь консенсус наших лидеров по всей стране. Уже более половины штатов с общественно доступными планами по вакцинации имеют как минимум одно упоминание об учете расового равенства. Огромное недоверие. Вики Хернандес управляет местным общинным центром. Черные и коричневые сообщества – главное в поставке важнейших работников. И они больше других пострадали от ковида. И по этим причинам у них должны быть преимущества. Это безумие. Когда вы планируете поставлять жизненно необходимые медикаменты на основе расы. Не на основе науки, а на основе расы. Вы по определению разделяете страну гораздо глубже и сильнее, чем любым другим способом. Если вы хотите сплоченную страну, то нет ничего хуже. Ситуация, которую они создают – это когда ты правильного цвета, ты важен. И это имеет смысл, учитывая, что все больше – твой цвет – это твоя суть, это самое главное в тебе. В данном случае это определяет, будешь ты жить или умрешь. Это страна, которую они создают. Так что неудивительно, что ситуация с этой вакциной заставляет людей нервничать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова